Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемые партнеры компании Resonance Capital! Меня зовут Дмитрий Логинов и сегодня у меня для вас важнейший видеообзор по работе с back-office компании Resonance Capital. Я покажу вам крайне важную штуку, а именно как выводить прибыль из компании банковским переводом на ваш счет в любом банке мира, где бы вы ни жили. Очень важно, особенно друзья из Республики Беларусь, это касается вас. У вас, я как знаю, есть проблемы в отношении с электронными платежными системами. Поэтому смотрите, внимайте и пользуйтесь, особенно если вы имеете крупный вклад в компании и у вас достаточно большая еженедельная прибыль получается от работы вашего портфеля. Так вот, для того, чтобы начать выводить деньги из компании банковским переводом, посмотрите на черную плашку лицевой счет. Вот именно уже в ней должны быть все необходимые к выводу деньги. То есть, из накопительного счета и из партнерского счета мы предварительно делаем конвертацию на лицевой счет. И когда деньги у вас находятся уже в нем, мы идем во вкладочку финансы, мои финансы. Перед нами открывается таблица и в типе операции уже стоит пополнение баланса. Но мы разворачиваем список возможных типов операций и выбираем второй вариант «вывод средств». Кликаем на него и нажимаем кнопку «Далее». После этого в графе «Выберите платежную систему» мы выбираем «Wire Transfer USD». То, что нам надо. Это как раз и значит банковский перевод. Исходно стоит именно данная опция, поэтому мы нажимаем на кнопку «Далее» и переходим на третий шаг. Третьим шагом очень важно, нужно правильно заполнить форму, а именно ввести форму вашей реквизиты, вашего банка, ваши долларовые реквизиты. Но для начала мы вводим сумму вывода. Я для примера поставлю 1000 долларов. Здесь как раз таки минимальная сумма вывода от 1000 долларов. Комиссия, как пишет компания, 50 долларов. Естественно, данную комиссию с вас берет не компания. Эти деньги уходят на операцию «Межбанк». То есть в процессе того, как ваши деньги переходят через банк-корреспонденты, доходят до вашего банка, съедается примерно такая комиссия. Да, может быть вам придет чуть больше. Но не меньше, я считаю. Потому что по моей практике, чтобы если 1000 кто-то выводил, ему приходило меньше, чем 950 долларов, такого еще не было. А чтобы приходило 970 или 980, такое было. Так вот, переходим к заполнению формы, а именно введение счета банка, адреса банка-получателя, которые у вас прописаны в реквизитах. Именно в том банке, в котором у вас открыт долларовый счет. Долларовый счет. Еще раз повторяю. Я, естественно, все эти реквизиты храню в Word документе, чтобы мне было очень просто заполнять данную форму. Вводим все поля по очереди. То есть заполняем все поля по очереди. Сначала вводим счет получателя. Я просто копирую его из документа своего и вставляю в форму. Далее банк-получателя. Скопировал. Вставил. Далее адрес банка-получателя. У моего банка он достаточно длинный, но данная форма его пропускает без проблем. Свифт банка-получателя. Опять же копируем, вставляем. Банк-корреспондент. Тоже длинное название. Копируем и вставляем. Счет в банке-корреспонденте. Осталось заполнить всего лишь два пункта. Счет и свифт-код банка-корреспондента. После чего нажимаем на кнопку «Далее». Если видим, что в форме все поля заполнены абсолютно верно, а если это так, то форма обводится вот такой вот зелененькой окантовочкой, которую вы сейчас видите на экране. И нажатием кнопки «Далее» мы заказываем пин-код на наш телефон, четырехзначный, с помощью которого мы будем подтверждать данную транзакцию. Нажимаем на «Далее». Ну что ж, смс-ка пришла стремительно. Я ввожу то, что мне пришло на телефон, а именно четыре цифры. Вы их сейчас даже увидите. Они одноразовые, они сгорают. То есть срок действия их заканчивается прямо сейчас, после того, как я нажму на кнопку «Далее». И посмотрите, что происходит на пятом шаге. Что мы видим на пятом шаге таблицы? А мы, скорее всего, увидим текст. Увидим текст о том, что вывод средств банковским переводом на сумму 1000 долларов подтвержден и поставлен в обработку. И далее компания пишет, что перевод на ваш счет будет отправлен в течение двух-пяти рабочих дней. Но, как правило, это происходит на следующий день, максимум через два дня и еще через один-три дня деньги поступают на ваш долларовый счет в вашем банке. Я в прошлой видеоинструкции рассказывал, как выводил 500 долларов тестовых на PerfectMoney кошелек. Это вот для тех, кто пользуется электронной платежной системой PerfectMoney. На следующий день вывод был обработан. Вот вы видите запись у меня в истории кошелька. 500 долларов пришло от компании Resonance Capital с примечанием. Вы сейчас его видите. Так вот, я о том, что вывод средств из компании работает убойно и очень оперативно. Без проблем можете демонстрировать скрины о полученных деньгах на ваш PerfectMoney кошелек, либо на ваш долларовый счет в вашем банке, если вы пользуетесь данным способом вывода. Я же вам показал тот способ, которым я пользуюсь уже достаточно давно и никогда, наверное, ему не изменю. Все. Это была, наверное, самая важная видеоинструкция о том, как выводить деньги из компании. И тем более, если у вас куплен какой-нибудь большой, дорогой портфель в компании, вы получаете в неделю достаточно крупные начисления. Спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Логинов. Мне очень приятно делать данные видеообзоры для вас. Увидимся в следующих видео. И до скорых встреч. Хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok